Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Сегодня предлагаю протестировать сканер Lounge на автомобиле Ford Escape 2015 года. Автомобиль американский, вот такой вот сканер, недавно прикупил, теперь тестирую его на автомобилях. Посмотрим, что он сможет нам показать на этом автомобиле. Перемещаемся в автомобиль, вот наш диагностический разъем под этой крышечкой, здесь есть надпись FBD, открываем и находим здесь разъем. Подключаем наш сканер DBSKR5, использую я удлинитель, то есть был в комплекте, подсоединяем, что-то пикнуло и засветилось. Открываем программу X431 версия 5, в появившемся окне можно выбрать локальная диагностика или интеллектуальная диагностика. Нажимаем кнопку локальная диагностика, вот нам предоставляется список автомобилей, из списка можно выбрать необходимый нам автомобиль или же в строке поиска написать необходимый нам автомобиль. Пишем Ford, так вот нам предложила варианты, которые здесь имеются в программе. Выбираем нужный Ford, в окне нам показывают, с какими блоками данный сканер может работать, то есть как видим, там разные блоки есть, нажимаем кнопку подтвердить. Сейчас происходит загрузка программы, можно выбрать автоматический поиск, ручной поиск, то есть выбираем необходимый. Включаем зажигание, нажимаем автоматический поиск, нам тут высветились окна, нажимаем все окей. Ждем, вот считался ВИН-номер автомобиля, год выпуска, объем двигателя. Нажимаем кнопку да, подтвердить, опять идет загрузка программного обеспечения. Теперь предлагаются варианты быстрое тестирование, сканирование системы. Нажимаем быстрое тестирование. Сейчас нам сканер протестирует все имеющиеся блоки в автомобиле. Если в каких-то блоках будут ошибки, он нам об этом скажет. Вот сейчас блок БСМ2, модуль управления кузом, он нашел одну ошибку. Те, что с зеленым цветом светятся, то есть там нет ошибок или не оборудован автомобиль данными устройствами. Сейчас просканирует все возможные блоки, то есть есть они или нет. И высветит нам те блоки, в которых есть ошибки. Вот нашлась еще одна ошибка в блоке управления системы защиты водителя пассажиров. Происходит тестирование. У нас уже 100%. Сканер показал нам ошибки в двух блоках. Модуль управления кузовом, одна ошибка, и блок управления системы защиты водителя пассажиров, одна ошибка. Чтобы посмотреть, что за ошибка, в принципе управление зажиганием, вот он указывает, и код ошибки, и здесь потери связи с модулем интерфейса дополнительного протокола. Можно зайти непосредственно в блок. Здесь мы можем нажать прочитать ошибки, блок BCM1 нажимаем. Пошло тестирование, моргание всяких лампочек. Сканер опрашивает наш блок управления электроникой кузова. Вот он нашел у нас якобы три ошибки. Переключатель неплотного закрытия левой передней двери. Она у нас открыта, поэтому мы это не будем считать ошибкой. Дальше. Управление зажиганием, continue memory DTS, опять мгновенные данные. Допустим, нажимаем сюда, здесь оно показывает нам какие-то параметры. Напряжение, километраж, 92 километра тысячи. Метрическая, британская система, британская в милях у нас 57 тысяч, в принципе, сходится. На приборной панели такой же километраж, в принципе, все честно. Ошибки мы посмотрели. Тут управление зажиганием, короткое замыкание на массу или разрыв электрической цепи. Выскочила такая ошибка. На данном автомобиле у нас установлена сигнализация фирмы Starline. Возможно, здесь заблокировали зажигание, поэтому выскочила такая ошибка. Можно попробовать эти ошибки все стереть. Да, мы уверены, хотим стереть. Удаление завершено, это хорошо. Сейчас он опять опросит весь компьютер. Опять лампочки на приборной панели моргают. Вот написало нам нет кода в неисправности. Чудесно. То есть, как видим, сканер удалил ошибки, какие тут были. Так, давайте зайдем, там в другом блоке вот была ошибка. Посмотрим, что это за ошибочка. Самопроверка, зажигание включено, ну давайте, самопроверка. Так, опять у нас там что-то моргает. Так, потеря связи с интерфейсом. Потеря связи с интерфейсом дополнительного протокола. Как описание связи дополнительного протокола. Ну давайте попробуем ее также удалить эту ошибку. Что она, почему она выскочила, неизвестно. Сейчас, если удалится, значит хорошо. Так, что-то смотрю, так ничего не произошло. То есть, как они были, так они и остались. Удивляться, как бы, не сильно приходится, потому что автомобиль у нас американский, был в ДТП и возможно, что-то здесь в нем все-таки осталось неисправным. Вот она ошибка, как бы есть, да? Давайте ее еще раз попробуем удалить. Да. Линия завершена. Окей. Так. Ну, видите, не уходит. То есть, ошибка есть, с каким-то блоком оно не работает. Так. Ну, ладно. Выходим отсюда. Так. Ну, вот как видим, у нас осталась одна ошибка. Значит, нашел тут у нас наш сканер 12 блоков. По 11 блокам все хорошо, в одном есть какая-то ошибочка. Ну, как видим, данный сканер работает. То есть, это вам не просто ELM, это уже полноценный сканер, который может работать с разными блоками. Допустим, вот блок управления двигателем. Давайте в него зайдем, посмотрим, что там у нас. Так. Смотрим ошибки. Давайте считать коды ДТС. А, нет кодов. Отлично. Хорошо. Хотим поток данных. Что он нам сейчас покажет? Так. Выбрать все. Я так понимаю. Подтвердить. Немного неудобно вот здесь, когда бегущая строка внизу. Я уже так начинаю привыкать, не дожидаюсь того, чтобы прочитать, что там пишется. Тыкую на эту кнопку, потом тыкую на эту. Но они крайние как бы получаются. Вот какие-то данные есть у нас уже. Ну как бы немного данных. Даже оборотов не вижу. Где их посмотреть? Давление. Давайте заведем. Так. Ну вот положение дроссин заслонки начало меняться. да. А все остальное. Нет ни оборотов двигателя, ничего. Что-то непонятно, что это. А. Я не все выбрал данные. Ух ты блин. Выделить все надо. Вот так вот. Так вот. А теперь мы видим 22 страницы. Ну да, как-то не очень-то интересно. Видим, что есть какие-то данные у нас уже появились. Но чтобы не листать все 22 страницы, можно выбрать галочки на интересующих нас параметрах. Вот. Допустим, отменить. Отменили. Так. И ставим тут самостоятельно галочки. Так. Давайте педаль акселератора. Понажимаем сейчас. Температура. Так. Ценооборотов. Ценооборотов. Так. Подтвердить. Вот. 8 параметров я выбрал. Заживание включили. Так. Вот у нас сразу что-то есть. И здесь нам показывает текущее значение, напряжение. То, что напряжение. И предел измерения от 0 до 5 вольт. То есть, если что-то там где-то будет неисправно, превышает предел измерения или не попадает в него, то да. Но эта графа будет в красном выделена. Так. Ну пробуем, заводим. Сейчас обороты у нас 0. Так. Что мы тут видим? Слой оборотов выходного вала. Слой оборотов не видим. Так. Ладно. Давайте педаль понажимаем. Так. Ну вот я нажимаю педаль. Наши параметры меняются. Так. До упора надавил. Вот такие параметры у нас. В общем видим, что все работает. Что-то читает. То есть, к данному сканеру надо привыкать. Сейчас я еще только на нем учусь работать. Так. Нажимаем кнопку выйти с программы. Выходим. Нам напоминает, чтобы мы выняли адаптер свой. Не забыли его забрать. Так. Свернул. Ну что, друзья. Как видим, данный сканер Launch X431 5 версии с данным автомобилем справился. То есть, увидел много блоков. В какие-то я даже зашел. Показал вам возможности. То есть, где-то стерли мы там ошибочки. То есть, в принципе, все работает. Считаю данный сканер достаточно хорошим устройством. Для работы на СТО он очень даже не помешает. То есть, это мультимаришный сканер, который работает с большим ассортиментом автомобилей. То есть, разных производителей. Буду продолжать тестировать данный сканер на других автомобилях. Ну а на сегодня буду заканчивать. Появится следующий автомобиль. Покажу, как сканер работает на следующем автомобиле. На сегодня все. Пока. До новых встреч. По ставançе. По задачам. Продолжение следует...